Ну 10 сантиметров. Ну 10, там больше. Рулеткой Олег измеряет глубину лужи во дворе. Сегодня в нее угодили сразу несколько прохожих. В основном дети. По соседству две школы и лицейский театр. У меня сегодня ребенок, когда шел в школу, он по щиколотку провалился. Вот когда обходил ее вот здесь, да, то есть одной ногой. Ему пришлось возвращаться, менять полностью всю одежду, потому что там не то что обувь, у него штаны были мокрые. Обойти лужу не получится. Путь преградила большая куча снега. Постепенно она тает и превращает в болото все большую территорию. Две недели назад снег сюда вывалила управляющая компания, которую жители вообще-то попросили убрать двор. Здесь стояла машина, которая мешала, так скажем, очистить всю территорию до конца. И поэтому двор был почищен наполовину. Причем почищен таким образом, что стало еще хуже. То есть мало того, что сейчас по двору стало не проехать и не пройти. То есть они сгребли всю вот эту вот кучу суда, не вывезли. И, соответственно, снег. И, ну, то есть только ухудшили ситуацию, которая у нас была. Сегодня вызвали мастера из управляющей компании. Он сказал, что проблемы не видит. Скоро снег растает. Но если уж жителям очень некомфортно ходить, кучу можно убрать за отдельную плату. Приходил представитель с пожаровой и сказал, что, ну, заплатите, мы вывезем. Сколько? Три с половиной, он сказал. А я думаю, почему? Они сами сделали кучу, а почему мы должны за нее платить еще? Им уже выделили деньги за это. Хотя бы не делал бы эту кучу. Можно было сюда, на газон ее сделать. Люди бы там ходили спокойно. В другое место складировать снег было никак нельзя, убеждает нас директор той самой управляющей компании. Куда ее? Вот вы скажите, вот, когда вы грузили, ее некуда. Ни вправо, ни влево. Там вправо, вправо чужая территория ТСЖ. Влево там тоже самое, там, детский, ну, задетский садик там. Ее некуда просто. Ну, тут делов-то времени. Можно ее сейчас расшевелить и все. Ну, это, вы понимаете, это временное время, ну, два-три дня ее там не будет. Ну, вывезем, но это стоит где-то в пределах 4 тысяч один рейс. Жильцы уверены, управляющая компания специально вывалила снег в самом людном месте, чтобы вынудить их заплатить. Чтобы разобраться в ситуации, они направили заявление в жилищную инспекцию Омска.